ЗВОНОК В ДВЕРЬ Почему бензин снова дорожает? И на сколько еще вырастут цены на заправках? Лечить на расстоянии. Оздоровит ли село телемедицина? И может ли консультация по интернету заменить личный прием у доктора? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Это подробности недели. Недели, которая могла бы запомниться только политическими дрязгами, но может запомниться и очередной чрезвычайной ситуацией в Донецкой области. Снова взрывы на военных складах. В 30 километрах от Мариуполя, возле поселка Новоянисоль, горят артиллерийские арсеналы. Жители поселка сидят в подвалах, так как осколки от разрыва снарядов долетают до села. На месте работают 300 представителей экстренных служб и 53 единицы техники. Данных о погибших или пострадавших пока нет. Пока это вся информация, которой мы владеем, но мы следим за этой историей и как только появятся новости, сразу же вернемся к этой теме. Ну а пока же давайте к украинской политике. Давненько в ней не было настолько нелепых новостей, как на этой неделе. Верховная Рада, казалось бы, работала, но работа эта получилась такой, что больше напоминала блокаду. Депутаты просто утонули в четырех тысячах поправок к законопроекту в рамках судебной реформы и ничем другим заниматься попросту не могли. Сам законопроект этот, конечно, тоже не подарок. В нем больше 700 страниц. Только представьте себе, это сразу три новых процессуальных кодекса. Поправки к семи действующим кодексам и еще 18 законам. И все это в одном документе. Ну вот если авторы вот такого масштабного законодательного замысла хотели поиздеваться над депутатским корпусом, то им это точно удалось. Но а вот что удалось сразу всем политикам, это сорвать пенсионную реформу. И когда теперь миллионы украинских пенсионеров получат повышенные пенсии, большой вопрос. Попробуем сегодня найти на него ответ. Ну а начнем с того, что сами народные избранники думают и вот о такой работе и о своей дальнейшей судьбе. Моя коллега Екатерина Лысенко узнавала, собираются ли парламентарии проголосовать этой осенью хоть какие-то реформы. Осень реформ. Под таким девизом они открывали новую сессию парламента. И если реформу образования приняли на удивление быстро и без скандалов, то потом застряли, а точнее погрязли в тысячах правок к судебной реформе. В самопомощи Басковщина за лето написали к документу больше четырех тысяч замечаний. И все они должны пройти через сессионный зал. Мы посчитали, что для того, чтобы успеть до конца этой недели просмотреть все правки, а их более четырех тысяч трехсот, нам нужно принимать 2,7 правки в минуту. Соответственно, это нереально. На рассмотрение правки идет минимум 2-2,5 минуты. Это минимальное количество. У коалиции нервы начали сдавать уже во вторник, когда на очередном заседании поправки проваливали, но прямо ставили снова. В этом зале сейчас мы видим четкую атаку на судовую реформу, мы видим четкую атаку на пенсионную реформу. И я считаю, что это недопустимо. Только немного началась какая-то дискуссия в зале, сразу истерика. И так всю неделю фракции упражнялись в обвинениях. Выникает просто фарс. Это не законотворческий процесс, это просто инструмент для того, чтобы затягивать час. И марно его вытрачать. Это и есть работа народного депутата. Подготовка поправок до законопроекта, с которым ты не погодишься. Отстояние своих поправок на сессийном заседании. Планы коалиции были наполеоновские. Максимум в четверг принять судебную реформу пенсионную, а потом и тут не выдержал премьер. Я хочу попросить всех вас сегодня поддерживать инициативу, что до продолжения работы украинского парламента до завершения пенсионной реформы в Украине. 9 миллионов пенсионеров после заправленной реформы отримают подвышение своих пенсий с 1 жовтня. Но ни доводы премьера, ни просьбы спикера на депутатов не повлияли. Коалиция не смогла собраться ни с мыслями, ни с голосами. И все попытки продлить рабочий день оказались четными. И большинства, хоть и ситуативного, наличия которого не отрицают, тоже не хватило. Фактически почти по каждому закону собирается разная большинство в поддержке той или иной реформы. Это и работа парламенту. Если бы была большинство, вчера проголосовали, чтобы заседание продолжалось до ухваления первой судовой реформы и потом пенсионной. Голосов было 210-217. Да и вынеси пенсионную реформу в зал без скандалов не обошлось бы. Половину депутатов законопроект не впечатляет и уже обещают очередное погружение в поправки. Они упаковали тотальное уничтожение прав пенсионеров в Украине. От этого они де-факто хотят провести 65 лет выхода на пенсию через механизм увеличения трудового стажа. Они на 10 лет поднимают трудовый стаж, после которого можно выходить на пенсию. Ключевая проблема одна. Колосальный дефицит пенсионного фонда, который, правда, должен устроиться. Другая проблема – это то, что мы сегодня имеем мизерные пенсии. Третий вопрос – что делать с будущими пенсионерами, с их пенсиями. Никакого из этих вопросов законопроект не решает. Это уменьшение минимальной пенсии. Это величезная количество людей, которые не будут получать пенсию, а будут получать социальную помощь от государства, которая будет меньше от пенсии. И третий вопрос – это увеличение пенсионного века. Я считаю, что с тем уровнем жизни и с той продолжительностью жизни, которая есть в современной Украине, просто неможливо увеличить пенсионный век. Это позиция оппозиционного блоку, поэтому мы реформу не поддерживаем. Мы проанализировали бюджет, мы также его не поддерживаем, через то, что в бюджете закладено очень низкий уровень инфляции. И на самом деле он будет больше. Это уменьшает социальные стандарты, это в перспективе уменьшает социальные выплаты, пенсии, зарплаты для людей. Поэтому мы предлагаем, будем предлагать свой альтернативный вариант бюджета. Бюджет – отдельная тема, которая потерялась за спорами о реформах. Хотя документ уже открыт для изучения. СМЕДу представил премьер. Правда, пока о цифрах говорят только в профильном комитете. В этом году уже уряд враховал и 5% ренты, потому что это надзвичайно интересует отдельные территории, где идет удовлетворение газа. И сформированный дорожный фонд, то есть будет продолжаться развиваться инфраструктурно, галузь. Врахованы подвышения заработной платной и, на жаль, не таки большие, как хотелось бы, подвышение пенсии. Главные бюджетные склоки еще впереди уж точно после голосования за реформы, которые перекочевали на октябрь. За несессионную неделю, возможно, что-то изменится в риторике малых фракций и поправок будет меньше. А, следовательно, рассмотрение ускорится. И пока в зале пытаются мириться и объединяться, объединяются и за пределами Верховной Рады. Народный фронт и БПП уже сейчас раздумывают над выборами. Думают над форматом, над названием. Кому остаться у штурвала, а кому за бортом. Действительно, разговоры о том, чтобы все политические силы и отдельные политики, которые работают вместе с президентом, вместе с урядом, вместе с парламентом, объединялись и ишли на выборы одной колонии. На каком уровне сейчас разговоры? На уровне первых людей политических сил. Можливо, они в такой способ хочут хоть каким мужчинам залишиться в украинской политике. Но я боюсь, что выйдет все, как в известной бойце Крилова, про музыкантов, которые разом сидели, играли в какой-то квартет. И, наконец-то, у них ничего не вышло. И пока одни объединяют ресурсы, другие заводят Раду в ступор при помощи поправок. При этом важные кадровые вопросы назначения министров или главы Национального банка давно отошли на третий план. Екатерина Лысенко, Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. На неудачу с пенсионной реформой острее других отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман. Например, в заявлении на сайте Кабмина Гройсман отметил, что реальная возможность принять пенсионную реформу в этот четверг у депутатов все-таки была. Любопытно, что премьер также назвал фракции, которые могли проголосовать за правительственный вариант реформы. Это БПП, Народный фронт и радикалы Ляшко. Реальная парламентская коалиция на троих. Премьер настаивает на том, что депутаты должны проголосовать за эту реформу уже в первых числах октября. Я хочу подкреслити, что для того, чтобы сделать подвышенные пенсии и сделать их разрешение, нужен час. Ключевым вопросом является, чтобы поднять пенсии уже в середине месяца. Не в листопаде, а уже в середине. Для этого нужно провести колоссальную работу Пенсионного фонда и уряда. И мы до этого готовы. Но если это решение будет и дальше затягиваться с Украинским парламентом, мы не сможем это сделать в середине. Поэтому я закликаю сегодня всех народных депутатов объединяться и ухвалить, что есть такие шансы и возможности, ухвалить пенсионную реформу в первом пленарном тижне, именно на начале желтня. Ну а если нет, тогда депутатам стоит помнить, что большинство украинцев уже задумались о новых выборах. По данным социологов из Центра Софии, больше трети опрошенных точно намерены голосовать на ближайших выборах. Еще треть пока не решили, пойдут ли на участки, но склоняются к тому, чтобы проголосовать. При этом симпатии избирателей сейчас таковы. На первом месте в парламентской гонке оказалась бы Батькевщина. Эту полицилу готовы поддержать 12% опрошенных. На втором месте оппозиционный блок. Этой полициле симпатизирует более 11% респондентов. Ну а на третьем месте блок Петра Порошенко с результатом в 10,5%. И в партиях власти уже начали готовиться к выборам. Причем это предметная подготовка. На этой неделе Игорь Каноненко, один из самых влиятельных украинских парламентариев и первый замглавы фракции блока Петра Порошенко, заявил журналистам, что БПП и Народный фронт уже приступили к дележу округов. Это уже традиционная практика для украинских выборов, когда союзники согласовывают кандидатов на мажоритарных округах, чтобы не создавать друг для друга нежелательную конкуренцию. Но согласитесь, если официально парламентские выборы аж в 2019 году, а реально уже начался разговор о кандидатах, то это означает, что кампания вполне может пройти досрочно. Вот об этом всем давайте прямо сейчас и поговорим с народными депутатами. У нас в студии представители двух наиболее ярких оппонентов в нынешнем созыве Верховной Рады блока Петра Порошенко и Батькевщины. Алексей Гончаренко, замглавы фракции БПП и Алена Шкрум, народный депутат от Батькевщины. Алексей, скажите честно, действительно выборы уже не за горами? Зачем делить округи за два года до выборов? На самом деле это поздно. Надо делить на первый же день после выборов. Надо готовиться к выборам с первого дня после того, как они закончились. Только тогда можно получить победу. Вариант досрочных выборов. Ну вот говорили, этой весной, этой осенью, возможно, уже на весну переносят. Вы рассматриваете в вашей политсиле или нет? Знаете, вероятность есть всегда 50 на 50, или будут, или нет. Но сегодня я не понимаю, что они дадут стране. Это как с вероятностью встретить инопланетян. Приблизительно такая же. И я не понимаю, что они дадут стране. Ради чего потратить миллиарды гривен, остановить любые реформаторские процессы? Ведь мы уже понимаем, что в момент выборов никаких реформах и речи быть не может. Будет сплошной популизм. Если это Украине на пользу, давайте. Но я не вижу в этом смысле. Алена, а Батькевщина уже разворачивает штабы, делит округи с возможными союзниками? Вы как-то отреагировали на эту информацию? Мы сейчас готовимся к выборам в объединенные территориальные громады, потому что мы надеемся, что за рахунок децентрализации мы сможем показать какой-то результат на местах. И мы его уже показываем по многим объединенным территориальным громадам, где нас поддерживали. Но на самом деле в том, что сказал Алексей, очень страшная истина. Потому что он говорит, что на первый день после победы нужно готовиться к выборам. И тут проблема, потому что влада имеет где-то один год, Тоні Блер сказал, три месяца после победы сделать реформы. А влада, вместо того, чтобы первые три месяца или первый год делать болючие реформы, и чтобы результат был через пять лет, как раз до выборов позитивный, они готовятся к выборам следующего дня и делят округи между собой. Для меня, в целом, не сенитность делить округи. Я первый закон, который подала с фракцией Батькевщина в парламент три с половиной года назад, это была отмена мажоритарки. И это то, что мы обещали спольно в Коляционной Угоде. И, на жаль, этого не происходит, но мы же видим, что за счет мажоритарки проходят страшные коррупционеры, которые потом вступают в фракцию ББП, а потом иногда выходят и идут в фракцию Ведорожжения. Ну, об этой вашей инициативе вы уже неоднократно рассказывали в моих эфирах. Давайте теперь... Единственное, еще в первые три месяца мы были вместе. Нет, Алексей, вопрос, который более интересен нашим зрителям, чем возможные или невозможные выборы. Будут выборы, все равно объясните, почему они нужны и вы, и ваши оппоненты. С 1 октября пенсии будут повышены или не будут? Да, будут. И та попытка саботажа, которую сейчас пытаются провести Батькивщина и самопомощь, а иначе это назвать нельзя. Знаете вообще слово саботаж? Это от старо-французского сабо, это деревянный башмак. Такие деревянные башмаки рабочие вставляли в механизм станка, когда они хотели его сломать. Так вот сегодня Батькивщина и самопомощь своими деревянными поправками пытаются сломать механизм парламентской работы и принятия реформ. Алена вам сейчас тоже скажет, что это именно Блок Петра Порошенко, например, делает собачивую. А почему я говорю деревянные поправки? Пожалуйста, я вам приведу пример. Позрители сами решат. Поправка. Зменитые слова «браты участь» на «приниматы участь». Зменитые слова «явка» на «прибуття», «неявка» на «не прибуття». Скажите мне, и мы за это голосуем, это в парламенте все происходит. Скажите мне, пожалуйста, у нас парламент, и мы принимаем закон, или у нас филологический кружок? Хорошо, Алексей, что мешало проголосовать сначала пенсионную реформу, а затем приниматься за такой большой громоздкий процесс, как судебная реформа? Потому что судебная реформа была полностью подготовлена, а пенсионная реформа, еще поправки рассматривали с комитетом. Хорошо. И мы по логике вышли на тот закон, который был готов. Если пенсии, как вы говорите, с 1 октября будут повышены, на основании чего? На основании... На следующей неделе вы не работаете. На основании решения парламента от 5 октября. Четверг, 5 октября я верю в то, что парламент сможет продемонстрировать, что он заботится об украинских пенсионерах. И повысить им пенсионер. До 5 октября парламент будет разблокированы от вот этих вот поправок по судебной реформе, чтобы проголосовать за... Карламент не заблокованный. Я не понимаю, почему не можно было... Парламент тонет в поправках? Чему не можно было пенсионную реформу подать еще в травмнем месяце, або в квитнем месяце, и проголосовать еще до каникул? Мы, до retail, голосовали в первом читании и подавали поправки, чтобы сделать эту реформу лучше. Мы голосовали в первом читании с 10 застережениями. И мы будем бороться за все остальное. На сегодняшний день вот этих поправок из 4 тысяч сколько осталось? Треба было подавать эти судовые кодексы, так называемые, сейчас. Треба было их рассматривать или позже, или раньше, разделить, и комитет вообще с ними не работал. Государственную службу, когда мы разом принимали, у нас было 1500 поправок, не немного меньше, но ставили на подтверждение 10, потому что мы в комитете работали эту реформу, и я лично работала эту реформу 6 заседаний комитета. Тут комитет принимал то, что хотела администрация президента, руками, без обговорения. Я была на этом комитете, без обговорения поправок. И вот что мы имеем в зале. Я не буду голосовать за эту судовую реформу. Очень короткий ответ, пожалуйста, буквально, да или нет. В октябре пенсионная будет проголосована? Пенсии будут повышены? Хотя бы даже задним числом, как обещает Розенко? СССР залежит вид коалиции. Коалиция будет проголосована, как вы говорите, 5 октября? Да, 5 октября мы проголосуем пенсионной реформой, несмотря на весь саботаж. Алексей, вы все понимаете, все равно придется сюда вернуться, и мы тогда с вас спросим. Конечно, и очень скоро. Спасибо огромное вам за участие в программе. Спасибо вам. Спасибо вам. Батькивщина, Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко были гостями подробностей недели. Мы продолжим. Все-таки судебная реформа стала топ-темой этой недели. Если политикам удастся справиться с сотнями страниц законопроектов и тысячами поправок, то еще одну проблему, похоже, пока решать вовсе некому. А проблема эта в контексте судебной реформы главная. Сама система на сегодняшний день фактически недееспособна. Судей не хватает. Есть целые районы на территории Украины, где нет ни одного действующего судьи. Только представьте, люди там не могут ни развестись, ни оформить наследство. Да и в центральных судах, например, в Печерском столице, на сотни важнейших дел не наберется и десятка людей в мантиях. Безлюдные кабинеты правосудия видела моя коллега Инна Томина. Рецентр Путила один из самых крупных в Черновицкой области. Население 25 тысяч жителей. Все дела местные решают именно здесь. Район горный, села расположены далеко друг от друга. Чтобы добраться до Путила, часто уходят полдня. Поэтому люди приезжают сюда только по самым важным делам. Например, решить судебную тяжбу. Раньше все споры рассматривали именно в этом здании. Тут зараз ничего не працюет. Навіть припало порохами наше техничное обладнание. Оборудование пылится уже полгода. А вместе с ним и кипа документов. Все потому, что судить просто некому. Еще в прошлом году двое судей ушли на пенсию. У третьего в конце апреля истек срок полномочий. Судов нет. Суд, можно сказать, не рассматривает. Но это не означает, что суд не функционирует совсем. Мы справки принимаем, сделаем их распредел. Потом складываем доведки, что не можем их дальше рассматривать. Но криминальные справки и административные правопорушения за нашими поданиями мы направляем в Аполицейский суд Ченевецкой области. Но вот с гражданскими делами совсем другая история. Они просто накапливаются. Люди не могут сделать элементарного. Оформить наследство, развестись или получить страховку. Без подписи судей не выдают даже копии старых вердиктов. Получается, Путила городок, где не работает закон. И этот случай отнюдь не единичный. В стране не имеют полноценного доступа к правосудию жители девяти районов. Там или одновременно уволились все судьи, или же у них истек срок полномочий. У тех же служителей Фемида, что остались на местах, нагрузка увеличилась втрое. У одного судей может быть более тысячи дел в год. Складывается таким образом ситуация, что судебные дела, которые рассматривают судьи, они физически не успевают рассматривать в те сроки, которые предусмотрены процессуальными законами. Непунктуальность украинской Фемиды для простых украинцев – это вопрос и времени, и денег. Адвокат Виталий Жадобин вот уже два года добивается решения в земельном деле. Суд Киевской области все никак не решит спор между двумя фермерами и прокуратурой. Они находятся в состоянии неопределенности. Они не знают, как дальше планировать свой бизнес. Судейский корпус в Украине резко сократился в прошлом году. Тогда уволились почти две тысячи сотрудников. Причины разные. Одни устали, других устроили пожизненные льготы и гарантии при отставке по собственному желанию, третьи испугались переаттестации. Катастрофическая нехватка судей, неэффективность и тотальное взяточничество в судах – об этом говорят и в Украине, и в Европе. Пока с помощью люстрации коррупции в судах победить не удалось. Взятки брать продолжают. А честные идти работать за копейки попросту не хотят. Судебная система остро нуждается в реформе. Но пока проект судебной реформы застрял в парламенте. И на его пути 4 тысячи поправок. А вот конкурс в Верховный суд хоть и медленно, но идет. За отбором 120 кандидатов на пожизненные мантии внимательно наблюдают активисты. Ведь место уж больно хлебное. Зарплата более 100 тысяч гривен. Что касается судов на местах, то такой конкурс еще не стартовал. Комиссия только отбирает кандидатов. А желающих немало. Но пока только одного их желания изменить систему мало. Судебной реформе мешает отсутствие политической воли. А без этого судебные коридоры и дальше будут лабиринтами коррупции. Или же пустыми кабинетами, в которых пылятся сотни нерешенных дел. Инна Томина, Ольга Поломарюк, Игорь Рига и Юрий Романюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим эту тему с Владимиром Пилипенко. Человеком, который может оценить проблемы в судебной системе сразу с двух точек зрения. С юридической, с политической. Правильно, Владимир? Надеюсь. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вы можете оценить, сколько всего судей на сегодняшний день не хватает в Украине? Вы знаете, я от чего начну. Тут передо мной были два депутата, которые сварились вокруг этого закону по судовой реформе и звинувачивали, что кто-то затягивает этот процесс. А вы знаете, что это первый законопроект, который эта влада решила рассматривать по регламенту за три года. То есть, влада решила пройти процедуру по закону. Я хочу сказать, они настолько отвыкли это делать, что сразу заутонули в этой работе, судя по всему. Влада разивчилась, а она не умеет жить по закону. От людей она требует, чтобы они жили по закону, а сама разивчилась. Почему я с этого начал? Потому что, сгадаемо, что это уже четвертый законопроект. Я напомню, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Возможно, украинцев бы повеселила эта ситуация о том, как депутаты разучились работать, если бы накануне стояли пенсии миллионов и миллионов пенсионеров. Понимаете? Вони и по судовой реформе уже веселые. Вони приходят в суды, а там замки висят на судах. Так вот, сколько замков в Украине? Вернемся на судах. Уже, фактически, 13 судов. 13 судов есть закрытыми. Банально висит замок на суде. И это не Верховный суд, где зарплати 200 тысяч мают быть и мягкие кресла. Ні. Это районные суды. И туда люди не идут с большими справами. Куда пропали эти суды? Куда они пропали? Почему дефицитизм? А почему их не стало в результате судовой реформы? Я вам просто поясню, почему я сгадывал про этот законопроект. Потому что попередних три, про справедливый суд, змины до Конституции и законопроект про судоустрой, они были ухвалены на ура. Они были ухвалены без жодної поправки, без анализу. И это все привело до того, что мы теперь имеем 13 судов закрытых. В 15-м году было еще 5, потом 10, теперь 13. И кадровый голод больше 50%. У нас не заполнены суды. У нас все есть, только судов нема. Нема кому судить. У нас еще вы не вспомнили о тех судах, где судей попросту не хватает, и где вместо 6 работает, например, один. Здесь просто такой практичный вопрос. Что делать людям, которые столкнулись на личном опыте с этим судебным дефицитом? Для тех, у кого... Тем, для кого быстрое судебное решение необходимо жизненно важно. Куда им идти? Где искать правду? Давайте запитаем, кто ответственный у нас за то, чтобы судья в конце концов приехал до суду и совершил правосудие. Есть органы. Высшая Комиссия, есть орган Высшая Рада Правосудия. Так? И мы знаем, что сотни судей уже по новых законах, по реформаторских, уже призначены. Но есть человек, которая как будто усунула себя от призначения судей на посаду, но не подписывает указы о призначении судей, не выполняет церемоническую функцию. Я могу сказать главу державы. Вот Вы рассказали, украинцы знают, кто виноват. Что им делать? Жителю райцентра, которому Вы только что вспомнили. Ехать-то куда? Дивите, справа в том, что в данном случае, если есть судовая справа и есть проблема, человек должен ехать. Она будет ехать, потому что ей нужно поделить майно, ей нужно вывезти детей за кордон. Она будет ехать за 100 км до другого суда. Она будет ходить туда. Понятно. Но Ваш прогноз. Судебная реформа, в которой сейчас тонут, и тонут от которой депутаты. Она решит эту проблему или нет? Она эту проблему не может решить, потому что мы говорим про створение Верховного Суда. Но кто будет с хатой, с дахом, начинает будивать с фундаментом, забезпечить районные суды судьями, тогда люди будут мать, куда идти? И тогда они будут поважать суд. Если честно, то какой-то такой пессимистический прогноз, и кажется, что все это может растянуться на десятилетия. Спасибо. Владимир Пилипенко отвечал на мои вопросы. Мы же с Вами продолжаем подробности недели. И вот о каких темах поговорим дальше в нашей программе. Огонь снова все спишет? Виновные или стрелочники? Кто ответит за смерть детей в одесском лагере? Золотой октан. Почему бензин снова дорожает? И насколько еще вырастут цены на заправках? Лечить на расстоянии. Оздоровит ли село телемедицина? И может ли консультация по интернету заменить личный прием у доктора? Похоже, заканчивается борьба за украинские железные дороги. Больше года министр инфраструктуры Владимир Амелян и теперь уже бывший глава Укрзалезницы Войцех Болчун выясняли, кто же на железной дороге настоящий реформатор. В результате Болчун ушел. Министр говорит, что он просто сбежал из Украины. Кстати, так и не отчитавшись о своей работе в компании. А отчитываться там есть о чем. Укрзалезницы называют одной из самых больших коррупционных кормушек в стране. Например, по оценке того же Амеляна ежегодные потери от коррупции на железных дорогах минимум 10 миллиардов гривен. Состояние компании после Болчуна министр оценивает как наихудшее за последние 25 лет. А вот своему бывшему первому заму и нынешнему ИО главы Укрзалезницы Евгению Кравцову Амелян обещает полную поддержку, если тот покажет результат. Кравцов перешел на работу из Министерства в Укрзалезнице еще в августе. И спустя месяц работы уже можно говорить, если не об итогах, то хотя бы о понимании, что на железных дорогах можно изменить в первую очередь. Алексей Пшимынский продолжит тему. Старые вагоны, советские локомотивы, душные разваливающиеся электрички. Поставить многострадальную Укрзалезницу на европейские рельсы должен был Войцех Болчун. Успешно руководивший польской железнодорожной компанией ПКП, он пришел в кресло главного железнодорожника Украины прошлым летом с грандиозными обещаниями. Европейский сервис, новые вагоны, модернизация, но вместо новых составов украинцы увидели локомотив скандалов. Я сюда приехал, чтобы работать по тем стандартам, к которым я привык. Это не компания с воровительством велосипедей. Болчун винил министра инфраструктуры Амеляна в давлении, а тот вменял поляку работу по старым коррупционным схемам. В итоге, в начале августа Болчун написал заявление, а на днях, по данным журналистов, польский легионер вернулся на родину. А временно исполняющим обязанностью руководителя теперь стал бывший главан наблюдательного совета угрозалезницы Евгений Кравцов. Начал работу громко. На взятки в 70 тысяч долларов был задержан один из топ-менеджеров компании, обещавший продать крупную должность за 300 тысяч. Для себя я поставил одним из первых приоритетов это очищение компании от неэффективных работников и откровенно коррупционных работников. На горячем был задержан один из коррупционеров, которые работают внутри компании. Это очень важный сигнал не только для общественности, но и для самих работников компании, что никого неприкасаемого в предприятии нет. Именно из-за коррупции угрозалезницы ежегодно теряет до 15 миллиардов гривен. Новый глава компании обещает не только побороть ее, но и полностью реформировать украинские железные дороги за 5 лет и 5 миллиардов долларов. Более 5 миллиардов долларов должны быть проинвестированы за счет, прежде всего, собственных средств угрозалезницы от эффективной экономической финансовой, от эффективной хозяйственной деятельности в подвижной состав, в инфраструктуру, в новые вагоны и локомотивы. Приоритет мы отдаем как раз подвижному составу. Это как грузовые, так и пассажирские вагоны, так и локомотивы. До конца года в компании планируют приобрести 50 новых вагонов украинского производства, а в ближайшее время объявят тендер на покупку 2,5 тысяч грузовых вагонов. Стоимость перевозки проиндексируют, а вот формировать цену пассажирских билетов будут по-новому. В этом году мы не планируем повышение стоимости билетов. В следующем году мы будем говорить о том, чтобы разделить классы вагонов и классы пассажирских поездов и те классы, которые предоставляют наилучший уровень сервиса, премиальные классы, в них мы будем стараться получить право на либерализацию. Те же вагоны, те же составы и направления, которые обслуживают население, которые обслуживают наименее защищенные слои населения, являются так называемым социальным сегментом, они должны оставаться в обязательном порядке регулируемым государством. Но главный вопрос, не превратятся ли очередные обещания реформ в новую череду скандалов. Главным вызовом для нового руководителя компании станет не только борьба с коррупцией, но и обновление топ-менеджмента укрозалезницы. Новых людей Кравцов обещает представить, как только Кабмин утвердит его в должности руководителя. Алексей Пшимыски, Валентин Белич, подробности недели, телеканал Интер. А вот другой крупный государственный монополист, Накнафтогаз, ну неизменно, находится в центре скандалов. И на этой неделе, так сказать, взял новую высоту. В минувший вторник еще оставшиеся на Псовете компании независимые директора заявили о своем намерении уйти в отставку. Это британцы Пол Ворвик и Маркус Ричардс. Их объяснение, правительство мешает реформам в отрасли. Естественно, британцев поддержал и Андрей Кобалев, глава Навтогаза. В правительстве с ответом не медлили. Уже в среду эта тема стала одной из главных на заседании Кабмина. Премьер-министр Владимир Гройсман практически напрямую заявил о том, что в Нафтогазе сегодня блокируют процесс демонополизации компании. А главное, еще и требуют поднять и без того высокую цену на газ. Очень важно продолжить реформу Накнафтогаз Украины, в том числе и провести анбанглинг, то есть разделение транспортирования, сборигания, добывания и продажи газа, для того, чтобы демонополизировать монополиста, который сегодня может диктовать любые правила на нафтогазовом рынке. Монополии завжди пытаются использовать свое становление именно для того, чтобы не оборудованно увеличивать цены або увеличивать витрати. Мы будем все делать для того, я не допущу, чтобы ни одна монополия не оборудована, хотя бы как-то приближалась до коригувания цін на газ в нашей краине. Речь идет о повышении цены на газ почти на 20%. Эта тема обсуждается в кабинетах власти еще с середины лета, естественно, под давлением МВФ. Логику нафтогаза, конечно, тоже можно понять. Чем выше цена, тем выше прибыль компании, но выше и тарифы, а значит недовольство украинцев, которое отразится на популярности власти в целом и Кабмина в частности. Поэтому в правительстве даже несмотря на весьма жесткие заявления представителей МВФ цену на газ повышать отказываются, как минимум в этом отопительном сезоне. Ну а весной? Вот что будет дальше с ценами на газ в Украине и вообще переживет ли эту зиму нынешнее руководство нафтогаза при всех этих скандалах? Первая тема для разговора с Юрием Бойко, лидер фракции оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич, спасибо, что присоединились. Смотрите, вот только что рассказал МВФ нафтогаз обсуждают повышение цены на целых 20% в Украине. Соответственно, тарифы вырастут, но Кабмин не хочет этого делать. Удастся Кабмину противостоять МВФ или все-таки придется пойти на эту уступку? На самом деле правительство наконец-то похватилось и поняло, какого монстра они породили. Потому что группа манипуляторов руководства нефтегаза, подняв в 8 раз цены на газ собственной добычи и практически посадили всю страну на субсидии. Назвали это реформами, подключили иностранцев и начали шантажировать правительство и всю страну. И сегодня стало ясно, что МВФ полностью вышел из-под контроля, живет своей жизнью и в ущерб людям, в ущерб населению страны. Они начали разбегаться. Первые убегают иностранцы, поскольку надо уже будет отвечать за такое отношение к стране, за подъем цен. Второе, самое страшное, это неясна судьба транзитного контракта. Через год заканчивается контракт на транзит газа территории Украины. Продолжения пока нет, идут суды и если не дай бог не будет продления контракта, то это потери 2 миллиардов долларов валютной выручки в стране ежегодной, около 30 тысяч рабочих мест. Ну и собственно говоря, это резкое ухудшение экономики всей страны за это. За это кто-то должен будет отвечать. Поэтому они все просто разбегаются. А правительство упустило эту ситуацию, когда надо было монополиста контролировать, а это всегда нужно делать, поскольку монополист есть монополист, нянчили с ними и довели до того, что теперь нафтогаз взял в заложники всю страну. Я уверен, что необходимо это прекращать, тарифы должны быть снижены, поскольку они не обоснованы и субсидий не хватит на всех. И это правильно, это справедливо для людей, которые живут в нашей стране. Ваше мнение понятно. Мы обсудим с вами еще несколько тем, но немного позже, потому что есть еще одна тема, она тоже очень болезненная, такая же, как и тарифы. Нет медицинской реформы. На этой неделе вышли сказать тысячи медработников. Они буквально заполонили правительственный квартал в столице. Причем врачи соглашались, что медреформа нашей стране необходима, но только не в том виде, в котором ее предлагает Минздрав. Кроме того, требовали выплатить им 100 миллионные долги по зарплатам, убрать уравниловку и уволить ИО-министра здравоохранения Ульяну Супрун. Сама же Супрун, для которой уже стало привычным просто убегать от неудобных тем, к митингующим даже не вышло. Ну, а протест назвала искусственным, мол, врачей согнали на этот митинг. Медреформу депутаты должны были рассматривать в среду, но спорный документ обошли стороной. И пока проект висит в парламенте. Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали президентский проект закона, который должен реформировать сельскую медицину. Ведь треть украинцев, а это 13 миллионов человек, живут именно в селах. И многие из них не имеют возможности получить медицинскую помощь. В законопроекте предлагают открыть дополнительные амбулатории, купить автомобили для врачей и запустить телемедицину. Что это такое? Готова ли глубинка к таким новшествам? Евгения Коваленко побывала в отдаленных селах и в центре телемедицины. Телемедицина это то, что в украинских селах может появиться уже в следующем году. Что же это за новшество? Знаете, как я просто кричу? Это же такое самое, телемедицина. Вот ваши глаза закрылись. Коли всегда по телевизору то сказали, то таки все били и это засынал, это засынал, это не засынал. Вот только народное трактование неверно. Телемедицина ни к народным целителям советских времен, ни к телевизору отношения не имеет. Более того, оказывается, в Киеве уже 10 лет существует государственный центр телемедицины. Доброго здоровья, шановный пане. Здесь врачи проводят онлайн-консультации с коллегами и пациентами со всех регионов страны. Раньше это были обязательно видеоконференции, обязательно большие телевизоры. И это называлось телемедицина. Может, был час, когда это было необходимо. Но сейчас, в 21 веке, этого не нужно. А нужен только интернет и специальный сервис с почти магическим названием «Портал телемедицины». В нем зарегистрированы все государственные клиники. Именно с помощью телемедицины хотят вылечить нашу сельскую медицину. Для этого необходимо закупить компьютеры в каждую амбулаторию и провести интернет. Чтобы понять, как должна работать телемедицина на практике, мы едем в Тележинцы. Это обычное небольшое село за 200 километров от Киева. Здесь даже мобильная связь ловит не везде. Вот видите, нет покрытия. А есть ли в селе интернет или хотя бы компьютеры? Давайте проверим. Семейный врач Дмитрий работает в местной амбулатории. На него все просто молятся. Он лечит сразу три села. В амбулатории все очень скромно. Косметический ремонт делали несколько лет назад. Но зато необходимые лекарства и оборудование есть. А этот старенький компьютер Дмитрий собрал сам за свои же деньги. Но выйти в интернет не так уж просто. Нужна изобретательность. Звязок тут жахливый. Вы можете даже глянуть. На данный момент бля векна одна поделочка в меня есть. Я получаю с помощью кабеля у меня тут. А чему ваш там? Говорит хороший компьютер с нормальным интернетом гораздо упростил бы его работу. Все было в электронном виде. Все лекаряне были тоже. Все звиты. Мне не доводилось их везти в тетей. Брать и тратить свой час. Бензин приходить и ложить. А чтобы провести сеанс телемедицины посоветоваться с коллегой из района по телефону Дмитрию приходится чуть ли не вываливаться из окна. Он после инсульта нужна консультация. Каждый день молодому доктору нужно выкручиваться в сложных условиях. Вот к примеру эта вешалка и пластиковые бутылки здесь выполняют функцию медицинского штатива для капельниц. Этот чемодан для вызова Дмитрий тоже смастерил сам. На вызовы он ездит на собственной старенькой машине. Бензин покупает сам и это при зарплате 2700 гривен. В свои 75 Анна Михайловна ходить на прием к врачу а тем более ездить в районную больницу не может. Дети купили ей мобильный телефон. О том что в селе хотят внедрить телемедицину она даже не слышала. Но заставлять пенсионеров пользоваться компьютером никто не будет. Для домашней телемедицины придумали вот такой специальный диагностический аппарат. Он подключается через интернет. Вышла с ними центричка пошла не до всех по хатах колядувати а конкретно есть пару человек. Она зарегистрирована ввела поставила вымиривание тиска поставила КГ сделала анализы крови померила температуру все моментально ввело отправить и это все пошло до семейного лекаря. А в эту бурштинскую больницу приезжают пациенты со всей Ивано-Франковской области. Точнее в этот кабинет где есть специальный сервис телемедицинский портал. Несколько лет назад закупили спецоборудование почти на 200 тысяч гривен. А еще видеокамеры и мониторы для онлайн осмотров пациентов. Отсюда можно связаться с врачами из Украины или к примеру Германии. Только онлайн консультация за границей платная 300 евро. А Петр Степанович показывает, как благодаря внуку уже стал продвинутым пользователем интернета. Пенсионеры боятся, что скоро в селах вообще не будет врачей. Ведь молодежь не хочет работать в глубинке. Но несмотря на все трудности Дмитрий решил остаться в тележинцах. Мечтает обустроить здесь большую лабораторию и стационар. Хочет сделать еще то было конфетка. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Жанна Дучак, Алексей Шматов и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Продолжаем разговор с Юрием Бойко. Юрий Анатольевич, как вы считаете, есть шансы у законопроекта от Супрун пройти через Верховную Раду? Особенно на фоне таких масштабных протестов, которые мы наблюдали на этой недели. Я могу сказать, что наша фракция ни в коем случае не поддержит этот закон, поскольку в чем вообще суть предлагаемых новшеств? Создается отдельное агентство, которое в ручном режиме будет делить весь бюджет Министерства охраны здоровья. Если раньше это делили согласно законам децентрализации, областные советы, районы, то сейчас они все отстраняются от этого процесса. Любой главврач должен ехать в центр сюда и получать деньги здесь. Это прямой путь коррупции. Ты понравился чиновнику, тебе дадут. Нет, так иди с нищей больницей. Второе, это практически узаканивает платную медицину. Она и так была платная, и мы понимали, что надо реформировать, и мы предлагали свой вариант страховой медицины, страховых компаний, которые будут обеспечивать оплату лечения людей. Его отбросили и тупо вводят просто платную медицину для людей, не показывая, откуда они возьмут деньги. Уже сейчас люди недоумевают откуда брать. Деньги на лечение. А вообще некоторые инновации вызывают недоумение. Чего стоит только одно предложение исполняющей обязанности министра о том, чтобы на стране сделать платные роды. В условиях, когда падает население страны, когда демографическая ситуация ухудшается, а садарство должно стимулировать рожать людей, а на наоборот... Там не одна подобная платная инновация перевести на самоокупаемость научно-исследовательские институты, которые являются кричащими непрофессионализмами. Один из ведущих и в стране, да и в Европе. Мы не поддержим такое. Давайте сменим немного тему. Сегодня в Верховной Раде был представлен проект бюджета 2018. Представлял премьер и его министры. Вот вы как его оцениваете и на каких правках, возможно, уже знаете, будете настаивать, уже проанализировали? Мы считаем, что это худший вариант прошлого года, что еще больше увеличивается финансирование силовых органов, прокуратуры, кабинета министров, пограничников, военный бюджет увеличивается, полиция и еще меньше финансируются социальные выплаты. То есть у нас идет типичное построение полицейского государства с нищим населением. Мы, естественно, такой бюджет не поддержим. Как можно оценить, что прокуратура получает плюс миллиард, генеральная прокуратура, и общий бюджет около 8 миллиардов, а на восстановление разрушенных инфраструктуры Донбасса, нашей территории украинской, дают аж 34 миллиона. Как можно оценить то, что ликвидируют вообще дотации на угольную промышленность, при этом закупают уголь за рубежом? И подобных новаций в кавычках очень много, поэтому у нас абсолютно четкое понимание, что этот бюджет это бюджет строительства полицейского государства. Понятно. Очередную новость еще одну хочу с вами обсудить, она касается скандала с законом об образовании, который приняли украинские дипломаты, депутаты, извините. Президент Румынии отменил визит в Украину, запланированный на октябрь. Мол, как только узнал о нормах этого закона, сразу принял такое решение. Напомню, еще в этом месяце Верховная Рада существенно изменила условия обучения в школах. Только в начальной школе останется возможность для обучения на языках национальных меньшинств. В том же польском, румынском, венгерском, болгарском, русском. Среднее и высшее образование только на украинском, в том числе и в районах проживания больших иноязычных общин. Представители государств-соседей выразили протест. Президент Украины пока не подписал принятый депутатами закон. И вот в этом контексте у меня вопрос к вам, Юрий Анатольевич. Ваша полицейская уже обратилась к президенту с призывом витировать этот скандальный закон. Вы верите в то, что президент может принять такое решение? Во-первых, мы за него не голосовали. Мы с самого начала понимали, что это закон неподготовленный, который в первую очередь оскорбляет жителей нашей страны, ну еще и создает соответствующие проблемы по имиду нашей страны на международном уровне, поскольку этим законом грубо нарушаются права национальных меньшин, которые разговаривали на языке, к которым они привыкли. Наша фракция действительно настаивает на витировании этого закона. Это наша позиция и мы на ней будем стоять. Ну а президент прислушается к вам, как вы думаете? Я думаю, что президент обязан изменить закон, поскольку можно сделать правильный закон, который не вызовет вот такой резкой реакции со стороны партнера по Евросоюзу, куда мы так настойчиво стремимся. Хорошо, спасибо вам за участие в нашей программе. Юрий Анатольевич Бойко, лидер оппозиционного блока, был нашим гостем. Спасибо еще раз. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы продолжаем программу и начнем с самой, пожалуй, эмоциональной истории этой недели. Пожар в детском лагере Виктория в Одессе. За время после пожара Одесса успела увидеть уже очень многое. И громкие заявления первых лиц Украины, и аресты, и данные о чудовищных нарушениях при строительстве этого детского лагеря, и жесткие столкновения между полицией и активистами. Вот только СМИ так устроены, что не могут долго держать в фокусе одну тему, даже такую, как эта трагедия. Не получится ли так, что теперь, когда внимание к трагедии неминуемо начнет снижаться, всю вину за пожар попытаются повесить на стрелочников? Это вопрос для нашего корреспондента в Одессе, Андрея Анастасова. У него и узнаем, какие сейчас настроения в городе, и чего дальше ждать от одесситов. Андрей, приветствую тебя. Скажи, вот по состоянию на сегодня, на каком этапе расследования, что уже удалось установить по этому пожару? На сегодня, в связи с трагедией в лагере Виктория открыто три уголовных производства. Во-первых, по статье нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к гибели людей. Затем, по факту служебной халатности местных чиновников. И еще, отдельно расследуют то, как проводилась реконструкция в детском лагере. Как сообщили нам сегодня в прокуратуре, назначено большое количество экспертиз, пожарная, техническая, строительная. Кроме того, изучается документация, изъятая в различных департаментах горсовета, а также на предприятиях, которые проводили работы. Досудебное следствие планирует завершить в течение двух месяцев. Пока же подозрение объявлено только двум людям, и они уже взяты под стражу. Это директор Виктория Петра Саркисян и 23-летняя воспитательница лагеря Наталья Янчик. Она отвечала там за противопожарную безопасность. Многие в Одессе возмутились, мол, почему среди подозреваемых нет чиновников, которые, собственно, и позволили функционировать лагерю в таком состоянии. Прокурор Одесской области пообещал, что круг подозреваемых обязательно расширится и никаких стрелочников не будет. Просто огласить особи про подозру, чтобы потом иметь слабую позицию в суде, это неправильно. Сейчас все абсолютно будет выучено, надана правильная юридическая оценка, и я гарантую, что служебные будут нести покарание этому криминальному проведению. Тем временем одесские журналисты и расследователи составляют свой так называемый список Виктории. Туда они включают лиц, которых считают причастными к трагедии. И этот список довольно большой. Дело в том, что нарушений вокруг лагеря хоть отбавляй, начиная от проектировки деревянных зданий и заканчивая тем, как работала, точнее, не работала система противобожарной безопасности. Сигнализация, то есть. И, кроме того, есть подозрения, что тендер о проведении реконструкции имел признаки сговора, а еще должностные лица службы по чрезвычайным ситуациям в прошлом году почему-то признали деревянные корпусы безопасными с точки зрения пожарной безопасности, опять же. Что еще можно добавить, то, что по мнению журналистов верхушка айсберга это верхушка этого коррупционного айсберга это начальник управления капитального строительства Одесского гурсовета, ведь именно это ведомство было заказчиком реконструкции. То есть, как он наблюдал, почему строили из дерева эти срубы, хотя такие здания нельзя строить для детей из дерева. Вопрос возникает по пропитке этих бревен составом специальным. Говорят, что не сэкономили на составе. Говорить о протестах, которые были в Одессе на этой неделе. Чего можем ждать дальше? Активисты просто выпустили пар или продолжат давление, пока не накажут не только стрелочников? Ну, нельзя сказать, нельзя сказать, что прямо вся Одесса охвачена протестными настроениями. Да, действительно, в среду к мэрии пришло довольно большое количество людей, но в основном это были все же активисты разных организаций, а вот рядовые горожане, они свой гнев по поводу трагедии выражают больше в социальных сетях. Так отмечают политологи. Но в то же время, по их словам, по словам экспертов, в ближайшее время акции протеста в Одессе продолжится. Сам же мэр Геннадий Труканов отстранил от исполнения обязанностей нескольких чиновников, в ведении которых находился детский лагерь, ждет официального расследования, обещает, что все документы касательно Виктории опубликуют на сайте Горсовета, а еще говорит, что на теме трагедии сегодня пытаются спекулировать. Алексей? Понятно, спасибо. Андрей Анастасов, наш корреспондент в Одессе, помог нам с вами разобраться с настроениями в этом городе. А вот с настроениями властей после трагедии они вполне предсказуемы. В Украине уже сложилась давняя, но далеко не добрая традиция закрывать глаза на всем известную проблему, а вот после ЧП объявлять проверки. К примеру, упал аварийный дом или обвалилась школа сразу масштабная ревизия. Вот и сейчас, после трагедии в детском лагере Виктория в стране разрешили внеплановые проверки в детских садах, школах, больницах и домах для престарелых. Напомню, что у нас действует мораторий на плановые проверки учреждений, в том числе и на предмет пожарной безопасности. Все потому, что эти ревизии были фикцией и удобной ширмой, за которой инспекторы благополучно брали взятки. Получается, что вся система пожарной безопасности у нас и до моратория, и после не более чем дымовая завеса. О реформировании системы говорят давно. К примеру, обещали ликвидировать пожарную инспекцию, а сами пожарные бригады формировать из добровольцев. Но пока это преимущественно разговоры. А вот на практике украинские пожарные части, как правило, напоминают музей раритетной техники. А пожарные рискуют жизнью за весьма скромную зарплату. Наша Павлина Василенко нашла место, где реформа уже началась. Как это выглядит на практике, смотрите далее. Увага! Четвертое неделание на выезд. Работа хорошая, но когда пожар, хоть увольняйся. Этот старый анекдот не о них. Балочки, разговоры про то, что пожарный спит 25 годин на дубу, это все не так. И каждая година расписана. Когда не работают на выезде, пожарные учатся. Даже людям с 10-летним стажем каждый день приходится сидеть за партой. Да, выставляются оценки и занятия проводятся каждую измену. С 10 до 2 выучаем с ночным перебыванием детей, так как в Одессе случилось. Чтобы знать, сколько детей там перебывает, сколько дегидрантов. звучит сирена и у пожарных есть всего 20 секунд, чтобы спуститься к месту выезда, наесть снаряжение и выехать. Обычно отправляясь на вызов, они знают только адрес. Мы готовы до всего. В нынешнем году в этой столичной пожарной части обновили технику на 50% и купили новую форму европейского образца. Надеются, что после реформы пожарным или зарплаты поднимут, или разрешат работать по совместительству. Есть закон Украины о борьбе с коррупцией, где написано, что на других работах по совместительству нам работать не позволено. По первому году службы от 5000. Те, что работают по 20 лет, уже 6,5 отримуют. А это Винницкая область. Здесь уже запустили пилотный проект реформы. Один из ее пунктов создание добровольческих пожарных отрядов. Село Стройнцы в 25 километрах от райцентра. По разбитым дорогам пожарные сюда добираются минимум полчаса летом. Зимой доехать не хватит и часа. После того, как несколько месяцев назад сгорел склад, селяне решили самоорганизоваться. Я працюю на водителе автобуса. Если что слушается, то вызывают в течение пяти минут, я тут рядом живу. Добровольцев восемь во главе с сельским головой. Работают, как и профессиональные пожарные, сутки через трое. обмундирование и автомобиль за 100 тысяч гривен помогли купить местные бизнесмены. Бюджетных денег не потрачено ни одной копейки. Это безопасность, безопасность и безопасность предприятия. В любую минуту пожарная команда может выехать и в частности среагировать на обычные ситуации, которые могут возникнуть. Пожарных любителей инструктируют пожарные профессионалы. В другом районе Винницкой области создали один из первых в Украине центров безопасности граждан. Этого тоже требует реформа. Все как в кино об американской службе 911. Под одной крышей скорая, полиция и пожарные. В старом ангаре вполне европейские условия работы. Раздевалка это областные пожарные подарили автомобиль. Старый прожорливый ЗИЛ со временем хотят заменить на более экономичный. Машина 1970 года. Швидкость до 80 километров. Вона бензина есть много. 57 литров на 100 километров. В месяц на содержание пожарных необходимо 200 тысяч гривен. Деньги для коммунального центра безопасности нашли после того, как пять сел объединились. Они подписали договоры об обслуживании соседними населенными пунктами, а значит пожарная часть получит дополнительные деньги. запчасти и на ремонт, и на разные обеспечения. Ну и плануем взаимно немножко пожарно поднять зарплату, потому что сегодня на минимальной зарплате сложно жить. Эксперты говорят, реформа пока движется вяло. Чтобы заработали объединенные центры оказания помощи, как в Винницком селе, нужно как минимум ввести единый экстренный номер 112, который, к слову, планировали запустить еще перед Евро 2012. Без системы 112 она систематически не заработает. Если эта система будет запущена, это будет правильно, хорошо. Если она будет запускаться, так как запускается сейчас, без правильной координации, то она фактически будет пущена на самотек, будет зависеть от компетентности местных специалистов. Согласно реформе, государство оставит под своим контролем стратегически важные объекты и объекты населенных пунктов, где проживает не менее 20 тысяч человек. Такие схемы действуют во многих странах. Там пожарный это уважаемый человек с достойной зарплатой и соцпакетом. В Украине же пока пожарные это скорее любители риска. Я не буду любить эту профессию долго работать не буду. Павлина Василенко, Ирина Яченко, Геннадий Никенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Сегодняшнее маятку, его октября, его родина, его родители имеют невероятные статки. Очевидно, что сын переписал все это на своих родителей. Протедекларирует, что проживает в Мариуполе, а миссия официальной работы его Киев. Может поверить кто-то в то, что Бут ездит из Мариуполя в Киев каждый день на работу? Это невозможно и это как минимум выглядит смешно, а в реальности это порушение чинного законодательства. Напомню, Дмитрий Бут частый герой журналистских расследований. При официальных заработках чуть больше 200 тысяч гривен в год он умудрился приобрести типичный набор новориша. По данным журналистов, это и внедорожники и роскошная квартира в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева. Естественно, оформил это все не на себя, на жену. Не смог обойтись и без загородного дома. Его уже оформил на отца. Расследователь оценивает все имущество Бута в сумму более чем 2 миллиона долларов. Обстрелы есть, потерь нет. Именно так лаконично можно описать последние сутки на фронте. Боевики провоцируют. На что получают достойный ответ. Недавно в интернете появилась информация, мол, на фронте хотят ввести полный запрет на ответный огонь и наказывать за него солдат будут баснословными штрафами. Но это все оказалось не более чем холостым выстрелом и фейком. Наш военкор Ирина Баглай побывала на передовой. Реальная картина на фронте в ее материале. На позициях Селезайцева у военных условный комендантский час. До передовых укрытий нужно добраться засветло, ведь вместе с сумерками начинается привычный сценарий. После полета вражеского беспилотника начинаются прострелы. Что это сейчас происходит? Стрельба идет. Ох. А вот это вот руманивает, это начинается. Опять оно полетает. Прыгнись там. Ниже, 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 ниже. Там же нету защиты никакого. Это что, панам? Это наш только что ответ дает. Перед этим панам было. Прицельно то, да? Да. Там вот прямо и влево там мрах. И тут уже наемники бьют из более тяжелых орудий. бьют. Это что? Это копейка? Да, это копейка. БМП-1. Вот такие разрывы, это яркое доказательство того, как боевики нарушают режим перемирия в селе Зайцево. Стреляют из БМП-1 калибр 73 миллиметра. В ответ бойцы стреляют по вспышкам. Это огневые точки врага. Есть же документ, где Муженко написал, что можно давать АДК в ответ. А вы видели его? Он на позиции у нас висит. В штабе АТО подтверждают вражеский огонь, свидетелями которого стали и мы, можно расценивать как угрозу жизни. И чтобы открыть такой огонь, разрешение ждать не нужно. Командующий штабом АТО опровергает спекуляции о запретах. Недавно появилась информация, мол, за ответный огонь бойцов будут штрафовать на 35 тысяч гривен. Генерал-лейтенант Локота показывает приказы и распоряжения, в которых с конца августа прописано, в каких случаях и чем могут отвечать украинские бойцы. Запрет на огонь, баснословные штрафы и тюрьма на передовой. Слухи о таких наказаниях вызывают удивление. По поводу заброны ничего не говорили. Вчера работала стрелка дня, ничего не работало. Это что дали добро. За штраф въездницу за стрелян говорили вам? На днях На днях подокупирование Александр и его побратимы предотвратили прорыв к своим позициям. Отвлекающим огнем из пулеметов боевики прикрывали заход вражеской штурмовой группы. Соседние позиции открыли огонь. Решение принимали на месте. Ворог уже приблизился на 350 метров. Мы можем применить сбору без попереджения на уражение и потом доповести. В той же инструкции, которую находим на позиции, огонь можно вести и по боевикам, которые возводят укрепления, продвигаясь вперед, как сейчас во время перемирия. Подкапываются все ближе и ближе. Сегодня просто там копали, они лопатой махали, локопы глубокий сильно. Так не видно. А вот ответ на укрепляться нашим военным. Боевики не дают. Пытаются ранить или убить безоружных во время инженерных работ. Но за время хлебного и школьного перемирий в штабе АТО констатируют потери сократились. Если в июне погибло 22 наших бойца, а 158 были ранены, то в августе 8 погибших, 78 раненых. На конец сентября убиты трое. Без потерь обошлось и этой ночью в Зайцеве. Но на рассвете боевики разбудили село ударив с новой силой. Вот такое утро в селе Зайцево. С 5 часов утра боевики бьют по самому селу. Помимо Стрелкового уже с десяток, с несколько десятков выпущено снарядов БМП-1. Приход БМП-1. Когда обстрелы стихают, командиры обходят жилые улицы, проверяют нет ли раненых среди местных. Все люди живы. В этот раз смертельный металл оставил след на земле среди уже разрушенных домов. Но дать ответный огонь этим утром бойцам было уже сложнее. Наемники специально стреляли из БМП из-за Террикона. Там на блокпосту и прячут свои боевые машины, прикрываясь живым щитом. Ведь рядом трасса, по которой на контрольно-пропускной пункт Майорская едут мирные люди. Под Мариуполем горят артиллерийские арсеналы. Вероятная причина неосторожное обращение с огнем местных фермеров, которые выжигали стерню. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на воинскую часть. Снаряды начали рваться около четырех вечера. Люди спрятались в подвалы, так как осколки долетают до поселка, а коммунальщики прекратили подачу газа. Как минимум загорелись два дома, но огонь успели погасить. На месте создан оперативный штаб. Пожар ликвидирует три сотни спасателей и военных. Также полицейские эвакуировали около трех десятков местных жителей. Информации о пострадавших нет. Взрывается склад, снаряды разлетаются. Тут в школе здесь большой подвал, здесь штаб работает, то есть кого можно всех спрятали в подвальные помещения. Здесь в школе военнослужащие в подвале и местные, которые ближайшие улицы кто мог с автотранспортом выехали в райцентр с пассивом и в гости. И как нам сообщают местные жители, снаряды взрываться перестали. На территории военных складов работает пожарный танк. В пресс-службе Минобороны заявили, на место происшествия выехала оперативная группа офицеров Минобороны и Генштаба ВСУ для выяснения обстоятельств, которые привели к этой чрезвычайной ситуации. Еще одна, честно говоря, странная история, связанная с зоной АТО. Накануне появилась информация о том, что Европейское агентство авиационной безопасности готовит ограничения для украинских аэропортов в Харькове, Днепре и Запорожье. Мол, опасная территория слишком близка к зоне АТО. И вот сегодня появилась реакция Кабинета министров. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Амеляну совместно с Госавиаслужбой и СБУ немедленно заняться этой ситуацией. Украинские чиновники должны подготовить для европейцев все необходимые предложения и пояснения, чтобы не допустить авиационную изоляцию наших восточных городов. Ну и, пожалуй, давно не говорили о войне на востоке нашей страны так много высокопоставленных дипломатов и политиков, как на этой неделе. Судьба Донбасса стала одной из топовых тем в Нью-Йорке и на Генассамблее ООН и во время встречи президентов Украины и США. Главный аспект, конечно, возможность отправки на Донбасс миротворческой миссии ООН. Удалось ли Петру Порошенко приблизить финальное и позитивное для нашей страны решение по миротворцам, знает Дмитрий Анопченко. Случилось. Украина официально обратилась к объединенным нациям с просьбой о миротворцах для Донбасса. Выступая на саммите СовбезоОН, Петр Порошенко просит инициировать процесс создания миссии. Хотел бы подтвердить мой запрос развернуть миротворческую миссию на Донбассе. Необходимо двигаться вперед по этому пути. И чем быстрее, тем лучше. В то же время путь к эффективному миротворчеству и, возможно, урегулированию пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины. Но формальной просьбы мало, ведь в Совбезе по-прежнему есть неприемлемый для Киева российский проект резолюции, на который, решись Москва выносить его на голосование, необходимо вето от одного из постоянных членов Совбеза. И Украина такое заверение получила от Америки. Именно Штаты один из доноров фонда миротворческих операций, откуда в будущем и должно идти финансирование украинской миссии. Американские дипломаты неформально признаются по множеству вопросов внешней политики. Кто бы что ни говорил, они ждут отмашки одного только человека, ждут, пока выскажется лично президент, лично Дональд Трамп. А в украинском вопросе ему пока было все-таки немного не до того, учитывая ситуацию в Северной Корее. Вот почему на переговорах программы «Максимум» стояла четкая задача, задача номер один получить ответ от Трампа. И он прозвучал. Важлива позиция, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживали пропозиции Украины, мои пропозиции, которые были озвучены еще в 2015 году о размещении на сходе Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Ради безопасности Организации Объединенных Наций. Я подкреслю и наголошую украинскую позицию, которая предпочит мандат на всю оккупованную территорию на сходе Украины, включающую неконтролированную дилянку Украина-российского кордона, которая выключит возможность проникнения российских войск, российского озброения, российской амуниции и справедливо будет служить в справе мира. А еще разговор с Трампом был о реформах и о бизнесе, для которого, по словам Петра Порошенко, Украина сейчас максимально открыта, товарооборот в два с половиной раза вырос. Это отметил и сам американский президент. Это правда, это история, о которой пока мало говорят, но, думаю, вы и сами все чаще и чаще видите. Компании очень серьезно нацелены сейчас на Украину. Они видят огромный потенциал. Вы там позаботьтесь о них, ладно? Не преувеличил ли Трамп и не выдают ли в Киеве желаемые за действительное. В ходе этого визита была возможность спросить у самих представителей крупного американского бизнеса. Мы действительно ценим то, что президент Порошенко встречается с инвесторами США. Мы занимаемся сельским хозяйством и Украина для нас очень важна. Мы готовы работать в направлении роста экономики вашей страны. Мы не первый год работаем с украинскими железными дорогами и надеемся, что в ближайшем будущем наши поезда будут ездить в Украине, а ваши усовершенствованы при помощи наших технологий. Но деньги любят тишину. Бизнесу нужна еще и стабильность в стране. А для нее как раз необходима помощь ООН. Решение о миротворцах. Организация объединенных наций с ее бюрократическими процедурами тот еще Мадридский двор. При любом другом раскладе можно было попытаться вносить правки в проект резолюции, но не в случае с Россией. Вариант создать компромиссный проект резолюции на основе украинской и российской тоже не пройдет. Поэтому план может быть и таким. Генстек ООН своим решением посылает на Донбасс так называемую оценочную миссию, а на основании ее выводов третья страна и вносит абсолютно новую резолюцию, у которой будут все шансы пройти совбез. Путь к ее утверждению долгий. Прежде чем миротворцы ООН появятся на Донбассе, будут еще споры и о мандате, и о полномочиях, но по крайней мере после встречи Порошенко и Трампа у этого пути появились конкретные очертания. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Национальная сборная Украины отправилась на игры непобежденных в Торонто. Это соревнования для военнослужащих, которые получили травмы разной степени тяжести во время боевых действий. К играм наша сборная готовилась около года. Всего на соревнования поехали 30 наших спортсменов. С рабочим визитом в Канаду и Соединенных Штатов отправился сегодня и президент Петр Порошенко. Там он примет участие в торжественном открытии игр и проведет встречи с премьер-министром Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христи Фриланд. Вот чего ожидать от этого визита и какие могут быть приняты решения во время переговоров в Канаде? Это вопросы для беседы с Андреем Шевченко, послом Украины в этой стране. Андрей, приветствую вас. Буквально несколько коротких вопросов. Какие результаты могут быть достигнуты во время визита президента Украины в Канаду? Чего ждать от этого визита? Доброго здоровья. Дві цілі. По-перше, президент летит сюда для того, чтобы поддерживать особисто украинскую команду на играх нескорених. Это очень важная история. Впервые в соревнованиях военных инвалидов возьмет участь украинская команда. Я думаю, что это очень сильный жест поддержки для наших бойцов, которые воюют за страну на Сходе. Те из вас, кто поддерживает за этим соревнованиям, я думаю, что у нас попереду абсолютно соревнованные истории, очень героичные, очень драматичные, очень сильные. Но, кроме того, это очень хорошая нагода для того, чтобы выставить новые задачи, новые цели в двусторонних отношениях между Украиной и Канадой. Канада – один из очевидных лидеров международной коалиции на поддержку Украины. Это наш настоящий друг, это наш надежный партнер. Я думаю, мы сегодня перешли до точки, где мы можем очень прагматично намалювать следующие этапы в нашем партнерстве. Андрей, ну вот, пожалуй, еще никогда не было таких хороших отношений между нашими странами, как в последние годы. Канада из тех стран, которые больше всего помогают Украине. Но чего еще можно достичь в отношениях с этой страной в ближайшее время? Вот, например, реально получить безвизовый режим? Мы не ожидаем на большие новины, которые касаются безвизового режима с Канадой. Это очень сложная тема для Канады, и мне кажется, что это тема для разговоров, на жаль, на годы. Но я абсолютно уверен, что мы прийдем к безвизовому режиму между нашими двумя странами. Что реально, и что сейчас на порядке денному? По-перше, это наше военно-воспоработательство. Мы сегодня подпишались с Канадой в оборонную договоренность и достигли решения о продолжении военно-треновальной миссии Канады в Украине. И я думаю, что это тот случай, где есть реальное партнерство по зброю между нашими и канадскими солдатами. По-друге, это экономика. Сегодня у нас запрацювала зона угод про вольную торговлю между Канадой и Канадой. Я думаю, что пришел час наповнювать ее реальными кроками. Той, кто занимается бизнесом и сейчас чует нас, у нас реально сейчас появляется возможность выходить на канадские рынки. Я закликаю максимально этим использоваться. Ну и, кроме того, это, конечно, тема украинской громады. Потому что есть абсолютно золотая украинская громада, которая дает колоссальную поддержку в Украине. Это визит, это возможность поспорить с громадой, благодарить за поддержку и обговорить очень конкретные проекты, над которыми громада работает или за которые собирается взять. Это может быть встреч зрелых друзей, хороших партнеров. Между нами не просто эмоциональный связок. Мы видим очень прагматичную ценность партнерства между нашими двумя странами. Спасибо за ответы. Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, отвечал на мои вопросы. Еще одна страна, если не союзница, то уж точно один из ближайших друзей Украины Германия. Ангелу Меркель на новый срок. И вроде бы сюрпризов быть не должно. Но! Например, президентские выборы в США тоже же ведь называли выборами Хилари Клинтон. Многие и политики, и наблюдатели не рассматривали всерьез кандидатуру Дональда Трампа. Оказалось, что расклад на выборах был далеко уж не таким простым. Не получится ли так и в Германии? Давайте узнаем у Татьяны Лугуновой, нашего корреспондента в Берлине. Она выходит с нами на прямую связь со студией подробностей недели. Таня, скажи, могут ли на этих выборах быть какие-то сюрпризы? Или все действительно уже просто и понятно на сегодняшний день? Алексей, ну захватывающим политическим триллером немецкие выборы назвать сложно и это понятно. Главная интрига. Кто станет канцлером страны уже давно не интрига. Если еще несколько месяцев назад казалось, что Мартин Шульц может как-то побороться за этот пост и даже сместить Ангелу Меркель, то теперь даже самые верные сторонники социал-демократов признают не получится. И Ангела Меркель с вероятностью 99,9% останется канцлером Германии еще на четвертый срок. По сути, на этих выборах немецкие избиратели будут решать, какой коалицией она будет руководить. И здесь вариантов несколько. Это все та же большая коалиция социал-демократами или союз с маленькими партиями, либералами и зелеными. И вот как объясняют секрет успеха Меркель политологи. Огромное значение имеет уверенность и безопасность в широком смысле этого слова, которую излучает Меркель. Особенно в нынешние неспокойные времена в мировой политике. По мнению избирателей, сейчас стране нужен опытный лидер, который может хорошо справляться с игроками мировой политики. И они считают, что Меркель это умеет. Но, впрочем, нужно сказать, что сюрпризов на выборах все-таки ждут от маленькой партии, которая впервые попадет в Бундестаг. Это альтернатива для Германии правые популисты, которые требуют закрыть границы и ограничить прием беженцев, выйти из всех соглашений по климату, отменить санкции против России и признать аннексию Крыма. Самые свежие соцопросы, которые опубликовались сегодня, показывают, что альтернатива для Германии вообще может занять на выборах третье место сразу после христианских демократов и эсдеков, набрав 11% голосов. Эта политическая сила в Германии считается нерукоподаваемой и с ней, конечно, никто не собирается строить никакие коалиции. Но такой высокий результат, если он, конечно, будет, будет, конечно, тревожным сигналом о настроениях в немецком обществе. Алексей? Да, уж действительно тревожным, но с этим все понятно. Тань, скажи, что обещает избирателям сама Меркель? Выборы-то всегда период раздачи обещаний. Чего ждать немцам от Меркель после выборов? Меркель, конечно, обещает много, но какой будет немецкая внутренняя политика и внешняя тоже станет понятно только после формирования правительственной коалиции, поскольку для немецких политиков коалиционное соглашение это не просто пачка бумаги. Это очень серьезный документ, над которым партии работают несколько недель, а то и месяцев. И пытаются внести в него свои главные предвыборные обещания, чтобы их потом реализовать. Так что, если, например, христианские демократы будут строить коалицию с социал-демократами, то в этом соглашении, скорее всего, появится пункт о недопустимости повышения пенсионного возраста. Это такой предвыборный конек эсдеков. Если же, например, в правительство войдут либералы, то они, скорее всего, потребуют снижения налогов. Ну, а зеленые либерализации миграционной политики и запрета дизельных автомобилей, но все это, конечно, уже будет темой дискуссий после выборов. Очередной взлет цен, на этот раз на бензин. Еще недавно украинцы с замиранием сердца следили за изменениями цен на автогаз. Ну, вот теперь октан. Это значит, что дальше будет цепная ценовая реакция. Подорожают почти все группы товаров. Почему дорожает бензин и на какой цифре остановится? О причинах и прогнозах Руслан Смещук. Автостоянка в одном из спальных районов Киева. Это красная машина в последнее время больше стоит, чем ездит. Так дешевле. Это удовольствие очень существенное ездить на своей машине просто так гонять ее, извините, возить с себя одного. Машина должна правильно говорят, ребята, машина должна себя купать. Если она не купает себя, она просто получается следить, а еще за стоянку плачет хорошие деньги. Леонид работает водителем почти как сапожник без сапог. К тому же ему повезло. Как раз перед августовским подорожанием автогаза перевел машину на газ. И теперь свой автомобиль используют лишь в самых крайних случаях. Для моего бюджета для двух детей семьи, надо на детей тратить. А на машину то, конечно, когда надо по делам, когда, ну, знаете, сумки бывает, надо там еще, тогда, конечно, машина. Хотя у Леонида все же есть шанс поездить не только по делам, но и для удовольствия. Газ после резкого скачка уже упал в цене. По сути, все идет к тому, что цены будут возвращаться близко к тем уровням, с которых они стартовали в августе. И самое главное, что газа на рынке очень много. Сейчас газ в половину дешевле, чем бензин, который уже две недели уверенно растет в цене. И причин несколько. Это повышение котировок на мировом рынке, на нефть, на нефтепродукты. Бензин, дизельное топливо выросли за последний месяц на 50-60 долларов за тонну. И второй, более важный фактор, это новый виток ослабления гривны. Мы видим, что курс доллара укрепился на 60 копеек за последнее время. Евро почти на 2 гривны укрепилось. А между тем, сама стоимость импортного топлива в долларах. Ведь 80% бензина и дизеля в Украине это импорт. Несмотря на факторы объективные и без субъективных не обошлось, цены взвинчивают искусственно. Цена на нефть влияет где-то 25% на то максимум. То есть, теоретически, если мы исходим с точки зрения, как поднялся цена на нефть, цена на бензин может в Украине подорожать не больше, чем на 2%. Но, у нас же в чем беда возникает. У нас только цена на нефть растет сразу, раз, цена на бензин процентов на 10%. Но вся беда в том, что у нас, к сожалению, вот эта монопольная ситуация. Автомобиль перестал для меня быть средством передвижения, стал своего рода роскошью. Евгений Апанасенко работает в сфере IT. Раньше у него был 15-летний Opel. Но после очередного ремонта он подсчитал затраты на запчасти, топливо и парковку и решил машину продать. Да и новые цены на бензин окончательно убедили. Пора идти в сторону остановки общественного транспорта. Даже такси получается дешевле. Ты избавился от этого камня, который тебе вот лежал таким вот на твоем семейном бюджете. Вот когда я сейчас уже подсобирал достаточную сумму, да, я могу себе сейчас позволить более там новее иномарку, но не хочу покупать, потому что я понимаю, что это будут опять расходы. И дальше только хуже, вернее дороже. В следующем году цифры на автозаправках опять могут вырасти. Ведь в проекте бюджета 2018 доллар будет почти 30 гривен. В самом лучшем варианте цена на бензин на 15% подорожает 2018. Это в лучшем. А если тащить все акцизы, все остальное, может 20-25%. Бензин дорожает, но машин меньше не становится. Ведь пересаживаться на общественный транспорт, как Евгения Апанасенко, готовы не все. Поэтому ищут альтернативу. Кто-то устанавливает газ, как Леонид Федоренко, а кто-то выбирает дизель. Я думаю, что в итоге это скажется на рынке, а именно будет рост продаж в Украине дизельных автомобилей. Потому что если цена дизельного топлива и газа примерно сравнялась, то естественно люди начали делать выбор в сторону дизеля. А еще с каждым годом в Украине все популярнее становятся электромобили. В 2015 году их продали всего несколько сотен. В 2016 на порядок больше, свыше 3000 единиц. Руслан Смещук, Павел Лысенко, Сергей Еременко и Алексей Шматов. Подробности недели в телеканал Интер. И на этом все. Я хочу лишь поблагодарить всех моих коллег за хорошую работу, а вас, дорогие зрители, за внимание. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова